За 9 месяцев 2022 года по семейскому региону зарегистрировано 5 случаев педикулеза. Об этом информирует Управление санитарно-эпидемиологического контроля города семей. Все случаи пораженности педикулезом обнаружены у мам, госпитализированных вместе с детьми в стационары города. Как известно, педикулез распространяется при контакте с больными или через предметы личной гигиены. Расчески, щетки для волос, головные уборы. При выявлении или у мамы, или у ребенка в обязательном порядке подаются экстренные извещения. В течение 3 часов по телефону и в течение 12 часов в письменном виде. Все стационары у нас города обеспечены противопедикулезной укладкой. В состав противопедикулезной укладки входит педикулицидное средство. Немаловажную роль играет проведение санитарно-просветительной работы по профилактике педикулеза как среди детей, так и среди родителей. Лица, пораженные педикулезом, отстраняются от организованного коллектива. При выявлении случая педикулеза у детей дошкольного или школьного возраста на объектах образования проводится дезинфекция, а также внеплановая проверка данного учреждения. Очаг считается санированным при отрицательных результатах трехкратного обследования. По словам специалистов, есть два способа избавления от педикулеза. Это механический и химический метод, то есть ручная очистка и использование различных специальных шампуней. Однако врачи отмечают, что при обнаружении вшей любой стадии нужно обращаться за медицинской помощью к врачам. У педикулеза есть три вида. Первый вид передается через волосы, второй – через одежду, третий – через половой контакт. Вши передаются от человека к человеку. Это не болезнь, передающаяся от животных. Профилактика данной болезни – это соблюдение личной и общественной гигиены. При обнаружении этого заболевания в обязательном порядке нужно обращаться в медицинское учреждение. Профилактика заражения педикулезом включает различные меры. В том числе голову нужно мыть чаще, постельное белье необходимо менять еженедельно. Дом нуждается в регулярной уборке. Нужно объяснить ребенку, что нельзя надевать чужой головной убор и носить шейный платок. Продолжение следует...